На градуснике плюс за окном солнце, а значит не за горами, купальный сезон. К выбору места отдыха нужно подходить ответственно. В подтвержденном списке побережье в центре города, в шестом микрорайоне и около здравницы имени Ленина. Можно позагорать и на территории Форштата, однако плавать там запрещено. До лета остается еще несколько недель, а пляж санатория Шинник практически готов встречать отдыхающих. Здесь установлены душевые и туалеты, покрашены питьевые фонтанчики и мусорные контейнеры. Не забыли про раздевалки и навесы. Получить допуск купальному сезону не так-то просто. Пляж должен соответствовать целому списку критериев. В первую очередь речь о воде. За этим эпидемиологи следят каждую неделю. Важно исключить кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии. В настоящий момент ведутся интенсивные работы по подготовке зон рекреации к купальному сезону 2022 года. Ведутся работы по освежающей окраске малых архитектурных форм, по своевременному покосу сорной растительности. Причин сделать выбор в пользу санкционированных пляжей много. Здесь реки и озера всегда готовят к купальному сезону. Чистят от мусора, который скопился за год. Это камни, ветки и даже стекло. Плюс отдыхающие всегда под присмотром спасателей. Но не стоит забывать, что вода несет опасность в любое время года. И особенно сейчас. Все водоемы в Бобруйске, включая даже озеро, которое находится в Центральном парке культуры отдыха, переполнено водой и представляет из себя опасность. Напомнить детям о опасности нахождения у водоемов. Вода по-прежнему холодная, попадание в воду чревато судорогами. И вообще это по-прежнему остается опасным, актуальным. Уже завтра градусник покажет 25, однако ночью обещают легкие заморозки. Такая погода – не повод испытывать организм на прочность. Чтобы прогреться в воде, необходимо как минимум несколько дней стабильных плюс 20. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.